здравствуйте подписчики ну вот пришло время значит пикировать табачок ну скажу что для этого надо ну естественно табак уже где-то минут за 40 пролитый водой чтобы водичка была это чтобы земля была влажная вот ну зашел он у меня вот так я чуть раздергал раздергал ну как я уже до этого говорил больше я первый раз табак сею поэтому ну скажем в этом году я посадил попробовал значит 9 сортов и рассада получилась не вся такая есть очень густые вот хоть и раздергивал но все равно есть очень густые но это вот я взял просто где вот половиночка для показа несколько стаканчиков я не буду конечно я все показываю потому что это одно и то же утомительно вот и поэтому покажу несколько стаканчиков значит что рассаду проливаю минут за 40 водой она постоит чтобы земелька была мокрая потом беру значит уже вот я приготовил значит стаканчик тоже с грунтом немножечко тоже пролил чтобы потому что он все равно чтобы был чуть влажный грунт чтобы делать дырку это куда сажать луночку подросад луночку делать и чтоб было значит легче было потом значит не забываем значит что подписывать вот это символ сорт не забываем подписывать обязательно вот и так же не забываем делать тренажные отверстия потому что брасишка может загнить обязательно делаем вот я обычно прожигаю беру проволочку и прожигаю после значит вот такая у меня такое приспособление бутылка одноразовая ручка вот здесь она кусочек от одноразовой ручки также какая держит стержень отрезан я накрутил ее разделил дырочку накрутил вот у меня получилось какая конструкция очень удобно поливать есть у меня веечка маленькая и спринцовочка все у меня есть но вот это меня больше всех удобней ну вот на шпажица я делаю но где-то я бываю пальцем еще протыкаю потому что не всегда шпажицей я стараюсь как-то земельку больше значит подравнивать и вот такая вилка но вилка тоже значит я делал всякие но я табак сажаю первый год а так значит я всею и огурцы и помидоры и перец и многое что сеял и приходил приходил потихонечку с опытом все это приходило приходила делал я три зубчика оставлял вот сам оптимальная вот два зубчика также мне может быть кому-то и удобно но мне сам оптимально понравилось вот это значит что берем делаем берем делаем значит луночку вот вот так я делаю вот на вот делается легко потому что земелька влажная вот на пару уже делаю беру потихонечку на обычный я могу еще выложить несколько значит растишек на подносе но так как я просто вы показываю поэтому я сразу не буду выкладывать я сразу беру поддеваю чуть подальше значит беру комочек земли вот она вот эту растишку я ее просто вот на она она никакая она можно ее конечно распекировать но она очень маленькая и все равно их много у меня поэтому я как-то не жалею вот беру потихонечку вот так я ее вот значит освобождаю от земли вот беру за листик аккуратненько очень аккуратненько не повредить корень тоже немножечко вот корешочек я освобождаю потихонечку вот вот что у меня получается вот беру значит опускаю в лунку подправляю как можно глубже ну я обычно делаю до листика но самое главное чтобы не затронуть рост сам этот раз росток сам вот и потихонечку ну могу вилкой обычно я вот беру шпажицу и беру вот так потихоньку вот так я приминаю земельку так со всех сторон чуть-чуть совсем чуть-чуть вот на все растечка стоит я земельку вот немножечко освободил он немного листик могу вот пальцем ну как удобнее кому как удобно вот вот так вот я делаю вот а вот теперь потихоньку надо аккуратненько откладывается потихонечку приминаем пальцем обязательно чтобы прижмался чтобы земля попала она обняла корень вот так будем говорить вот так не надо сильно но желательно конечно немножко все-таки усилий какие-то прикладывать вот она все ну обычно я сделаю несколько стаканов и потом их проливаю опять же для того чтобы земля она там в середочке все равно я так не проминаю как пройдет земелька она будет обнимать корешок чтобы она пробилась в корень вот ну можем допустим сразу полить взять вот и вот так вот все это посильнее посильнее вот поливать нужно аккуратно но много вот для того чтобы вода потекла снизу ну вот в принципе достаточно но самое главное самое главное чтобы не задеть сам как он корень роста вот этот вот чтобы он был наружу если только спрячется также как и в ягодах вот кустик сразу погибает просто гниет ну оставляем его вот став сторонку почему я в картонный ставлю потому что не успеет он протечь потому что его пони отнесем к теплицу вот так обычно ставлю я в пластиковые чтобы если вода стекает чтобы ну вы понимаете что вода не не промочила пол подоконник или где там у вас будет стоять то же самое делаем вот так вот берем вот такими вот я движениями вот делаю так беру потихонечку можно взять несколько штучек так как 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 вы ковырнется на вот может быть там несколько штучек и она отковырнется комочек вот и обычно я делаю про несколько штучек я ложу на поднос на подносе или в этом я разбираю их вот есть еще вариант их просто водичкой замочить они сами как как вымываются вот ну я допустим вот делаю потому что я с другими культурами привык вот так делать ну и делаю я как мне удобней вот комочек немножко не проходит я его чуть шпажется вот так раз его вот чуть-чуть вот на подровнял вот на немножко опять поаккуратненько отжимаю его поровнее чтоб он сидел хотя он выровняется но все равно сразу его немного поровнее вот так и то же самое делаем просто стоял к свету больше поэтому но это все это все понимают он выровняется он будет ровненький вот так вот так же опять берем проливаем но еще раз говорю я проливаю обычно когда поделаю их это по уже полный ящич и там или и я их проливаю все уже в не все сейчас еще немножко подровняю его вот так вот вот как вот такой получается красавчик опять в сторонку оставляем берем следующий то же самое лунку вот несколько штучек отковырнулось вот он корешечек вот вот какая растишечка вот так вот самая главная точка роста вот это это самое главное чтоб ее ни в коем случае не присыпать землей он выровнится я вот что-то сам просто хочу его немного поровнее был вот так он примерно ну это же поливаем вот так проливаем по краечку водичка сама уйдет и земля просыпется и земля просыпется в корешку вот так ну пикировка конечно занятия нудные говорить нечего это любые культуру в том числе вот и коснулся табака ну ничего а что делать вот ну на этом наверное все потому что одно и то же показывать все это поняли все это в принципе просто я и кто занимается знает знает просто это я как обещал что по шагу буду значит говорить только единственное показалось что как раздергивал я ну раздергивал самые где густо вот допустим вот они густые вот это они уже сейчас подтянулись а так брал пинцетик и вот допустим вот она только я брал это пинцетом вот вот они они маленькие вот она ни к чему вот он вот я пинцетом это все вырывал то есть вот на и потихонечку я все вы их вырывал эти маленькие и значит вот так раздергивал поэтому я не стал показывать как ничего Ну, в принципе, я могу и сейчас это показать, как это делается. Давайте я вам покажу, сейчас вам прицел. Ну, вот так вот брал я, начиная от края, и вот, допустим, вот маленькая. Вот я его вот так выдергивал. И вот где они часто, и какая слабенькая, вот их выдергиваешь. Вот они, вот они. Вот она, потому что она густая, они друг другу не дают, вот они. Они вот эти не нужны, в принципе. Вот. Вот так потихонечку, потихонечку вот так раздергиваешь. Вот они. Ну, теперь их раздергивать и не к чему. Ну, я говорю, я не стал показывать эту, потому что... Ну, каждый понимает, это как раздергнуть. Ну, все равно, как вроде как говорил, пошагово буду показывать видео. Значит, буду пошагово. Вот. Ну, а как-то я посчитал, не посчитал, это нужно. Думаю, основные моменты показывать. Вот так вот раздергивал. Ну, это занятие, конечно, еще хуже, чем пикировка. Вот. Вот так. Вот таким способом. Вот. И, конечно, много. Тут маленьких очень, которые не нужно. Вот, видите, какой он. Ну, что это? А это их маленьких из-за того много, потому что я вот это не стал раздергивать. Просто какие особо мне нужны были, я их раздернул. А это уже, будем говорить, это уже вот излишки вот эти. Это уже лишнее, потому что нет столько земли, насколько я посеял. Ну, опять, я говорю, я сеял вроде как, думаю, какие-то не взойдут, какие-то испортятся, может быть, еще что-то. Поэтому я посеял больше. Теперь, конечно, уже я буду знать, сколько надо приблизительно, как надо. Ну, скажем, первый блин всегда комом. Вот. Поэтому. Ну, у меня, я скажу, первый блин пока получился не комом, потому что в остальных у меня они раздернуты. В ящичках они хорошие. Уже они распекированы, точнее, не раздернуты, а уже даже распекированы. Вот. Это просто вот я оставил, чтобы, значит, отснять и показать, как вот это. Вот таким вот способом, значит, я это все раздергивал. Вот. Вот так. Ну, теперь, значит, будем в следующее видео, так я думаю, что будет, когда будем высаживать уже, наверное, в грунт. Ну, может быть, если поздно высаживать, вообще-то, погода, что это у нас не ахти. Вот. Может быть, даже придется в конце мая. Хотя я в центральном Черноземье живу. Ну, что это с погодой у нас непорядки. Вот. И покажу, значит, следующее видео уже как высаживать. А если поздно, то покажу, какие они, значит, просто, какие они есть перед высадкой, какие они есть. Ну, скорее всего, наверное, буду показывать в видео, когда уже высаживать в грунт. Вот. Так что. Вот. Ну, все. До свидания. Смотрите, смотрите, оценивайте. Так что. Как у меня получается. Может быть, кто-то что-то напишет, что-то посоветует. Я с удовольствием прочитаю. И с удовольствием я это приму к своему... Ну, к своему сведению, так скажем, что... Потому что люди, некоторые пишут, советуют, чего это, что я не знаю. Да, тем более, я еще раз повторяю, что в табаке я новичок. Поэтому я с удовольствием почитаю комментарии. Вот. Ну, а кому не понравилось, если что, может быть, не так, ну, тогда, значит... Ну, не понравилось. Значит... Будем исправлять свои ошибки. Итак... Продолжение следует...